всем привет дорогие друзья рад вас приветствовать на своем канале с вами витарган 177 сегодня у нас с вами на обзоре шевроле субурбан gmt 400 ну так автором 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 мастерской spintires влад ставрополь у нас является по описанию шевроле субурбан gmt 400 имеется собственный звук анимация подвески 1000 очков прочности 90 литров топлива исправлен косяк с размером и добавлено несколько аддонов ну что добавлено аддонов это уже плюс я считаю немалый данный субурбан по моему уже мелькал на одном из билдов игры spintires это как раз был тот билд когда появилась вот эта табличка это первый был билд когда появилась вот эта табличка для так скажем полигона вот тогда она была мало функционально по моему полноценно она еще тогда не работала вот именно в том билде был вот этот субурбан и помнится мне там был еще ford focus дпс-ный вот который ни хрена нигде не ехал застревал там малейшие лужи вот но билд такой был в принципе такой демонстрации демонстрационный так скажем вот но тем не менее было уже приятно что видели тогда уже на тот момент что что-то с делается что что-то в игру добавляется вот ну давайте вернемся непосредственно к модели относительно авторства я честно говоря не знаю кто его изначально делал потому что я говорю первый раз я его и данный chevrolet заметил на билде spintires это что-то я не знаю когда это еще было но было достаточно давно не знают непосредственно павел его клепал или кто его делал либо павел его тупо просто добавил кто билд я не знаю я про загребельного если что вот ну давайте лицезреть то что мы имеем значит имеем мы следующие вид из кабины с достаточно хорошими текстурами внутри салона имеется панель приборов давайте автомобиль сразу заведем автомобиль завели в принципе как уже было сказано в описании данный мод имеет свой звук анимацию подвески да ну куда без неё это было бы вообще бы ничто они мод так анимация руля отсутствует стрелки тоже не анимирована но если руль не анимирует на стрелке смотри так а так в принципе салончики достаточно все более или менее конечно растянутая текстура она здесь вездесущая но тем не менее смотрится неплохо я честно говоря не знаю что там салоне в дефолтном транспорте не бывал к сожалению настройки камеры я менять не умею говорят что это все достаточно делается просто я не знаю как это делается не знаю ориентировать ориентироваться на дефолт я не могу сказать что дефолты лучше тоже не могу соответственно будем говорить и то что мы видим есть небольшая размытость текстур но тем не менее еще раз повторюсь смотрится достаточно все неплохо далее 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 значит фары фары зажигаются у нас беззвучно без всяких клацений что в принципе и понятно это все-таки иномарка неотечественный автомобиль тут все мягенько и чики-пуки вот этого отечественное там коробка включается так и это значит на в радиусе полукилометра все слышат что-то включил первую скорость вот вот включил свет значит все узнали потому что там характерный как у тумблер стоит знаете как с таким характерным щелканьем вот здесь же у нас все мягенько так ну относительно ладно светотехника все работает пар тушим клаксончик под стать данному моду так и относительно внешности ну это по большему счету уже было где-то сделано кем это было сделано я не знаю утверждать что данный автор сделал чтобы здесь текстурами тоже опять же не могу функционал функционал у нас здесь не с этим автомобилем не делается поехали а так в принципе нормальная модель это у нас собственно говоря внедорожник и на по на своем полигоне я его буду тестировать как внедорожник по хардкору так скажем вот как такое же отношение будет как и грузовику что называется как поедет так поедет и на это будем опираться потому что брал неоднократно я уже внедорожники на к себе на обзор были уазики и тойоты были кого только здесь не было в принципе данный полигон все эти моды проходили успешно без каких-либо косяков и так далее и тому подобное вот единственное мне что не нравится этот развал схождения колес нижняя часть колес как-то смещена по отношению друг другу но сужены колеса то есть у нас здесь с развалом колес несколько какая-то проблема может быть это откуда-то взяты из реалистичности но честно говоря на данном автомобиле я не видел такого развала схождения как будто это у нас не субурбан а татар какая-то вот но ладно бог бы с ним я надеюсь это особо не будет влиять на проходимость ее на работоспособность данного автомобиля давайте посмотрим что называется моды ой фу моды аддона так значит первым делом у нас идет кенгурин который ничего не дает кенгурин смотрится достаточно хорошо что надо без каких-либо нареканий сидит как надо и смотрится офигенно дальше идут у нас порог но помимо порога у нас добавляется еще и юбка под передним бампером о ну слава богу хоть это что-то дает у нас смотрите 100 ремонт и два очка гаража офигенно офигенно поди фигула два очка гаража это вообще шик да блеск пару ходок на таком компактном достаточно автомобиле и мы открываем с вами гараж я считаю это очень функционально так этот аддон скидываем и есть еще у такой аддон это тоже своеобразные породы виде металлических дуг дает данный аддон нам но это перебор емкость цистерна 100 литров 800 ремонта ребят и 4 очка гаража ну ладно относительно цисты а кстати нажмите что-то там появляется она первом было нет на первом ничего в багажнике не появлялась а здесь же у нас смотрите мало того что дуги появляются так еще у нас какой-то чумодан сзади чемодан который пронизывает правда у нас насквозь сидушки ну ладно богу с них пронизал и пронизал дело не в этом а дело в том что вот можете себе представить как бы это выглядело бы на дефолт чтобы вам потребовалось бы захватить с собой чтобы имелся такой многофункциональный аддон то есть вы должны были бы поставить ремонтные части то есть кунг на грузовик с ремонтными частями вы получили бы альтернативное количество ремонтных очков и плюс ко всему вам надо было бы прицепить еще полуприцеп с гаражными частями который тоже дал бы вам 4 очка гаража а здесь же у нас все в одном чемодане еще плюс ко всему 100 литров топлива ну очень функциональный конечно очень функционально одно но просто словно так ну и два комплекта колес на к на одном из них мы с вами уже находимся и плюс еще один комплект колес под названием оффроуд но я даже не знаю что лучше стандартная резина но стандартная она стандартно то есть такие диски я вот именно на сугурбанах эти привели вот это оффроуд но тоже американские такие так скажем диски относительно где я их еще встречал не могу сказать смотрится в принципе тоже достаточно хорошо достаточно хорошо вот ну и наверное давайте уже поедем в таком исполнении посмотрим на что этот автомобиль будет у нас вообще способен на внедорожье на бездорожье давайте повышенном убить звук такой приятненький вы знаете вот прям уручет как надо под стать вот этому автомобилю вот именно такой звук он очень хорошо гармонирует с этой с этим мод плывет плывет нормально на повышенный заблокированным дифференциалом и полным приводом плывет отлично чемодан вот этот меня конечно удивит а ребят вот это вот собственно говоря повышенная скорость я думал мы в воде медленно едем а по факту вот это это повышенная что-то повышенная какая-то не шибко повышенная я не знаю намного ли она будет отличаться от понише что-то как-то узнаете не отличается по моему вообще не отличается то есть врубая повышена а он как ехал медленно так и едет давайте понижающим попробуем посмотреть как вообще в грязи чумазиться это хорошо но едет конечно но знаете здесь то грязь то вроде как не шибко то и глубокая но дается она ему а вот что надо было сделать ребят надо было на понижайке то обороты понизить и он смотрите полетел просто полетел по грязи на автомате смотрите достаточно шустро едет даже велика вероятно того что можно и поворот не вписаться так что на повышающих на война на автомате надо быть поаккуратнее ого-го-го скачет вас хочет посмотрите за счет на подвеска работает мне нравится богу отлично отлично но чуть вода болит зараза вам сразу начинает что что родной подводишь можно конечно ему проходимость сделать по проходили так скажем так я думаю в рот и проедешь из каких-либо проблем давайте-ка понижена ну маленько смывает конечно течением нас нового этого нужно учитывать что это у нас дорожник они джип и соответственно вес у него меньше поэтому и взаимодействие у нас водой достаточно все реалистично блин имея такие аддоны по моему надо было ему какую-нибудь телегу при сандалии чтоб он еще и бревна но к сожалению не возит ладно поехали дальше почитать не вредно как говорится так поплыли так давайте в рублю понижена пониже обороты но нет проходимость все-таки у него не активно ходимость я ожидал больше что ж там будет на хардкорной грязи я прям даже предположить боюсь наверное я объеду препятствие аля хардкорная грязь чтобы не торчать там полчаса в этой грязи тупо надо будет объект нанесение урона водой практически вот мы с вами можем уже наблюдать это чуть выше лобового стекла в принципе показатель неплохой водила у нас уже там салит твою барышки бою спи спи водила на краю так наверно уазик более проходима нежели вот этот я продюхом а хоть на вот по ровным поверхностям безгрязевым в принципе достаточно но в принципе она знаете она и она так и должно быть наверх так вот этот джип она давайте проверим просядет ли машина на при заливке на 100 литров нет он проседает без драйвов на эти 100 литров вот в принципе вот это такого джип он вроде и джип да но он такой огромный он на по факту на самом деле очень тяжелый я не знаю сколько там есть конечно там нет я проеду здесь наверное кстати я здесь еще ни разу не ездил на своем приборе за одну косячку посмотрю косячку все нормально вот вот харкорная грязь объезжаемую баню вот автомобиль на самом деле очень такой он грузный тяжелый и ожидать какую-то мягкую проходимость от него я считаю это было бы ни разу уазику на самом деле компактный достаточно автомобиль хорошо проходит те или иные грязевые препятствия а этот автомобиль он конечно здороват чисто так поездить подайфовать то что в смысле я ездил на субурбане так вот здесь тоже можно было объект ну ладно давайте попробуем пороги на нем проехать про пороги тоже достаточно такие серьезные и приятные как сюда пущены эх давай родной ну чё ты блин я не знаю не расстраивай меня муля меня нихрена не хочет ладно не будем тратить лишнее время на лебедках таскаться есть объезд этих порогов теперь у меня на полигоне и давайте воспользуемся что называется этим объездом опа-хопа и объехали вообще вот эти объезды я сделал для легковых автомобилей чтобы делать обзор на легковых никак не для внедорожников а здесь такой у нас внедорожник что блин его даже паркетиком ты хрена заешься . не дорожник пипец пипец ребят я говорю это еще раз повторюсь автомобиль чисто по пить поваде то что субурбан а по факту проходимость никакая сход развал тоже никакой шевроле достаточно старой модели причем видать ему сход развалу не буду точно от этого надо гнать его на СТО и делать ему сход развалу потому что это вообще колеса друг на друга смотрит этот пипец по развал схождения да пофилонил он так скажем вау чуть не улетел пофилонил он на этом обзоре я хочу сказать данный это субурбан так ну и давайте наверное сразу сюда давай не мучить автомобиль и проверка на скорость давайте посмотрим может здесь в грязи его попробовать покопать здесь грязь достаточно белая в принципе давайте попробуем вообще а ну вот здесь он ездит да да здесь он нормальный грязь не глубокая нормалек проект нормалек но для мелкой грязи он сойдет а вот для глубокой грязи он не айс так заправочка состояние врубаем автомат включен погнали звук здесь хорошего звук нереально нравится пузырь намокает пачкает все как положено 37 километров с копейками это это при хорошем раскладе а так 35 36 в принципе это альтернативная скорость дефолтного урала либо гряза можно было бы сделать его и пошустрее с учетом того что все-таки это внедорожник плюс кассы иномарка можно было бы и пошустрее его сделать хотя бы на десяточку прикрутить его скорость а так какой то он найти по большему счету и не быстрый ну единственный чем плюс это аддоны аддоны у него реально функциональные что стоит только вот этот аддон который дает нам 800 ремонта 4 очка гаража причем нацепив данный аддон автомобиль не проседает загрузки никакой не ощущает что что нам дает преимущество в плане проходимости и скорости доставки этого аддона то есть в открытии гаража 36-37 километров в час это предел для данного мода на этом я хочу закончить данный обзор в принципе да автомобиль неплохой красивый с приятным звуком с приятными аддонами многофункциональными вот в целом неплохо за минус это колеса минус колеса это однозначно смотрится как-то некрасиво сход-развал пипец у меня короче гнать его на сто и ремонтировать делать сход-развал а так все в принципе достаточно прикольно мне нравится вот ну в заключение ребят спасибо вам большое за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки не забывайте вступать в мою группу вконтакте витарган 1777 спинтайрест скачать данный мод вы сможете по ссылке под видео так же в моей группе витарган 1777 спинтайрест и на сайте эстемо он уже там давно красуется уже пару суток наверное вот всем большое спасибо и всем пока